всем доброго времени суток товарищи и сегодня у меня в обзоре будут вот такие замечательные джишоки под маркой вернее под моделью awg 101 а чем замечательные эти часы расскажу попозже для начала объясню почему у меня называется видео как выжить любой ценой все это очень просто приобрел эти часы после того как увидел их в передаче выжить любой ценой на руке известного выживальщика бера грилза хотя его передач мне совершенно не нравится но для повышения самообразованности смотрел ну если интересно почему мне не нравится его передачи это как-нибудь я думаю можно будет обсудить вот в данном случае то есть пошел увидел купил часы понравились понравились они по той самой причине что они не большие то есть они как бы вроде как выглядят как солидные джишоки но на самом деле они такие громоздкие как делают многие джишоки сейчас и в принципе они подходят под габаритом и совершенно небольшой руки но я имею ввиду в районе запястья что у нас эти часы на себе имеют ну во первых это стандартный набор функций то есть это секундомер это таймер это будильник соответственно это мировое время и дальше уже пошли весьма современные функции часов ну как на сегодняшний день на она не все-таки не считаются современными но на момент покупки это считалось достаточно крутыми технологиями в часах во первых здесь присутствует синхронизация с радиовышками то есть часы синхронизируются всегда показывают точное время во вторых у них присутствует аккумулятор рассчитанный на работу примерно на 10 лет и соответственно солнечная панель встроенная часы которые этот аккумулятор заряжает вот сейчас я попробую показать поближе если видите в структуре часов по центру вы видите как бы такие соты по кругу они расположены то есть такие маленькие маленькие соты это и есть собственно говоря та самая солнечная панель на которую попадает свет и которая заряжает аккумулятор причем кпд у этой панельки весьма солидная грубо говоря когда часы показывают что уровень заряда аккумулятора упал я просто-напросто на окошко их кладу примерно там на полденька и все опять в норме если говорить конкретно то практически все часы джи шок солнечные подзарядки да то есть аккумулятором могут работать без принципе солнечного света в районе полугода ну вот то есть после этого конечно придется зарядить аккумулятор от солнышка ну вот так скажем солнечные ванны часам устраивать дальше соответственно что у нас здесь еще присутствует то есть во первых это индикации индикация здесь двух типов то есть соответственно цифровая и аналоговая то есть как видите стрелки аналоговые у нас расположены и цифровые причем это получается у нас с одной стороны это считается независимыми индикаторами на самом деле они друг от друга зависимы имеется ввиду что то время которое выставлено на электронных часах она будет в точности совпадать с тем временем которые показывают стрелки часов то есть эти механизмы они взаимосвязаны электроникой то есть грубо говоря если вы поставите там какое-то время то стрелки часов у вас подведутся сами к этому времени настройка часов осуществляется естественно в электронном формате но если со стрелками что-то происходит вы всегда можете подвести стрелки двигаются с частотой так скажем 1 минутная стрелка двигается это где-то примерно одно передвижение в 20 секунд то есть получается что целую минуту они там каждые 20 секунд передвигаются очень точно очень четко все по рисочкам все хорошо то есть нареканий никаких нет дизайну часов такой достаточно приятный то есть соответственно кругленький часы выполнены из пластика основная шайба в которой заключен механизм сделана из стали ну и соответственно ремешок такой вот поливали танку учу к не знаю он достаточно твердый но очень приятно сидит на руке то есть проблем вообще никаких то есть рука под ними там не потеет все замечательно все хорошо часы мне очень нравится и по сей день я их нашу соответственно что у нас индикации то есть во первых в режиме основного дисплея в основном отображении времени можем выбрать что нам индицировать то есть например вот сейчас дата до 19 февраля дальше у нас идет 226 это соответственно время то есть время выйти на стрелках 226 и соответственно дисплее 226 ну и соответственно отображение дня недели в данном случае воскресенье все в принципе здесь все дальше идем по функциям то есть первое что нам показывает когда мы переходим режим функционала это уровень заряда аккумулятора то есть вы видите что здесь он показывает high то есть соответственно если аккумулятор будет немножко разряжен будет показывать mid и соответственно после этого low также в этом режиме можно запустить вручную синхронизацию с какой вышки принимается сигнал отображается на нижнем дисплее которые подписаны в соответствии с тем откуда он пытается откуда часы пытаются принять сигнал дальше поехали мировое время это режим отображение мирового времени в данном случае не знаю почему у меня стоит по моему лакс это у нас по моему то ли лас-вегас то ли лос-анджелес не помню точно но сейчас там 1527 дальше режим соответственно таймера то есть мы можем ставить таймер обратного отсчета он настраивается в данном случае стоит 5 минут и соответственно дальше у нас идет секундомер тоже отображается все одном дисплее ну и дальше соответственно у нас идет режим будильника и соответственно его настройка и режим то есть включен отключен а также можно настроить чтоб у нас часы при нажатии издавали звук или нет ну и соответственно последний что означает и часы да здесь написано на самом деле тут как раз подвод механизма стрелок ну который в принципе я практически ни разу не пользовался помню только начальной настройки когда у меня не было синхронизации кстати как синхронизировать часы домашних условиях если у вас не принимаются сигнал дома вы можете узнать по видео которое я вставлю в конце этого ролика дальше что интересно у здесь еще про некоторые лайфхаки с этими часами и с подобными джи шоками я расскажу позже ну вот давайте посмотрим как они у нас на руке сидят ну то есть они у меня на руке сидят идеально не топорщится ничего то есть сейчас попробуем показать вам получше вот примерно так то есть сидят они просто замечательно да и в принципе на большой крупной руке они будут я думаю смотреться тоже хорошо вот тут еще есть такая ерундистика я не знаю конечно есть люди с очень большими руками но как видите вот ремешок именно тут он в таком состоянии то есть его нельзя прям выпрямить целиком и полностью это конструктивная особенность ну вот примерно так часы служат мне с 2000 по-моему одиннадцатого или двенадцатого года я не до сих пор в идеальном состоянии ну каком смысле царапинки конечно потертости есть понятное дело чего только с этими часами не происходило у меня но замечательно они себя ощущают замечательно работают у меня никаких нареканий ну и соответственно вот как заднюю крышечку то есть она тоже стальная все закрывает не значит сфокусируется нет плохо у меня камера фокусируется на таких объектах ну вот как бы вот вот хорошо все соответственно модуль у нас 4765 вот и соответственно водозащита у них 20 атмосфер ну типа 200 метров под водой на самом деле как я уже говорил неоднократно повторюсь еще раз что тестируются часы по разным из и в данном случае если не дайверский а значит в них нежелательно заплывать на глубины более 20 метров так что учтите это я не помню где они собраны ну написано что то в таиланде то есть вроде как сборка в таиланде в таиланде происходило но это нормально то есть там в основном китайская сборка то есть малайзийская сборка тоже хорошая про подсветку подсветку данных часов двух типов то есть соответственно нанесены нанесен люминофор на риски и стрелки и соответственно присутствует желтенький светодиод который теоретически должен подсвечивать дисплей но на самом деле все тут не очень так хорошо как кажется потому что светодиод стоит на верхней части дисплея вот здесь вот я не знаю видно не видно его вот он там вот внизу вот маленький светодиодик стоит но к сожалению дисплее отображение времени электронные стоят на нижней подложке и поэтому когда светодиод зажигается весь свет проходит по верхней подложке и фактически очень плохо видно дисплее электронный ну в принципе это не так страшно с учетом того что стрелки видно достаточно хорошо плюс ко всему светодиод может слегка подсветить люминофор который находится на стрелках и на рисках это тоже может помочь давайте вам покажу как это действует сейчас немножечко часы как всегда подсветим ультрафиолетом и выключим свет вот так вот они светятся и вот так вот работает у нас подсветка ну видите дисплее видно практически не видно ничего ну сама подсветка работает хорошо ну вот собственно и все что я хотел вам показать и рассказать об этих часах если у вас есть какие то вопросы задавайте всем спасибо всем пока до новых встреч